Кинолента В сценарии «Ночи кометы» Том Эберхард писал сам, вдохновляясь женщинами-героями и постапокалиптическими фильмами, действие которых протекало в опустевших городах. Хитроумный режиссер решил, что более правдивым будет сценарий, отражающий идеи и мысли реальных девушек-подростков. Том так и поступил, опросил своих знакомых девушек примерно того же возраста, что и главные героини. Чем бы они занялись, если бы остались совершенно одни? Подростковые идеи и легли в основу поступков и характеров главных героинь. По сюжету «Ночь кометы» начинается в тот момент, когда мир готовится к событию, которое происходит один раз в миллионы лет. Мимо Земли должна пройти редкая комета. Вместо того, чтобы наблюдать за световым шоу, Регина в исполнении актрисы Кэтрин Мэри Стюарт решает провести ночь в кинопроекторной с Ларри Дюпре, то есть прямо на своем рабочем месте. Молодые люди просыпаются на следующее утро, и когда Ларри пытается покинуть кинотеатр, на него нападает зомби. Тот же зомби атакует и Регину, но ей удается убежать. Вскоре девушка обнаруживает, что почти все люди на планете превратились в красную пыль. Почти все, потому что по какому-то удивительному стечению обстоятельств, одной из выживших оказалась ее сестра Саманта в исполнении актрисы Келли Маруни. Девчонки отчаянно ищут новых выживших и встречаются с дальнобойщиком по имени Гектор Гомес, которого сыграл Роберт Болтран. Тем временем, зловещая группа ученых остро нуждается в человеческой крови выживших, чтобы разработать сыворотку и спасти себя от превращения в красную пыль. Во время съемок этой ленты режиссер Том Эверхард был совершенно не против, что девушки много импровизировали. Это помогло дополнить их характеры естественностью и непринужденностью. Безусловно, съемочная группа столкнулась с просто невероятными проблемами во время съемок пустых улиц громаднейшего города. Но налоги были уплачены и власти города выделили полицейских, которые и перекрывали улицы на короткое время, чтобы оператор успел сделать драгоценные кадры. Кстати, полицейские зомби, которые были в ленте, это настоящие копы, которые и работали по перекрытию улиц от случайных прохожих и зевак. В общем, организовать пустые улицы в Лос-Анджелесе – это дорогого стоит. Художниками по картине, несмотря на мизерный бюджет, была произведена просто колоссальная работа. Например, главный художник ленты использовал в фильме стилистику комиксов. Как он сам пояснял, плохие парни, например, должны быть в серой обезличенной одежде, в то время как главных героев следует одеть поярче. Грим, зомби и прочие спецэффекты сделаны на должном уровне. Умиляет красное небо над городом, словно сигнал тревоги, не дающий расслабиться главным героям ни на минуту. Сцены психологической разгрузки можно считать шоппинг в супермаркете, где героини примеряют на себе наряды и дурачатся под музыкальный хит того периода под названием «Девчонки хотят повеселиться». Позже создатель сериала «Баффи. Истребительница вампиров», продюсер и режиссер Джосс Уидон признался, что именно фильм «Ночь кометы» с ее героинями сподвиг его придумать такой персонаж, как Баффи. Помимо двух главных героинь, киноленту почтили своим присутствием такие актеры, как Джеффри Льюис, Майкл Боуэн, а также Мэри Воронов. Где успех, там и критики. В целом положительно настроенные, голливудские писаки горванили в один голос, что Эберхард создал визуально завораживающее зрелище в неоновом свете и стилистике культовой ленты «Жидкое небо». А также указали на довольно-таки большое сходство с такими картинами, как «День трифидов», «Человек-Омега» и «Рассвет мертвецов» Джорджа Ромеро. Заимствование, конечно, есть не только в визуальном плане. Режиссер этого не скрывает и как бы специально оставляет кучу пасхалок, например, в виде всевозможных постеров в кинотеатре. «Ночь кометы» достаточно интересный, визуально красивый фильм с хорошей историей и красивым хэппи-эндом. Именно так должны заканчиваться истории, где плохие взрослые получают свое, и юношеский максимализм торжествует над катастрофой планетарного масштаба. В юности ведь приятно осознавать, что перед тобой открыт целый мир, и финал киноленты как раз на это и указывает. Редактор субтитров А.Семкин